Здравствуйте! В эфире «Время жить» программа о самом главном – о нашем здоровье. Сегодня вы увидите Детский стоматит, как от него избавиться Эндорфины, как повысить количество гормонов радости Центр хирургии печени. Какие новые операции выполняют сегодня? Наверное, каждый родитель в своей жизни хотя бы раз задавался вопросом Как вылечить стоматит у детей? Этот воспалительный процесс слизистой оболочки и ротовой полости Возникает у детей различных возрастных периодов Начиная с грудничков и заканчивая старшеклассниками И в последние несколько лет представляет собой настоящую проблему Как ее и сегодня решают медики, расскажем дальше Само слово «стоматит» уже повергает родителей в ужас А его проявление иногда доводит до паники Однако данное заболевание не настолько серьезно, как кажется изначально Естественно, стоматит не насморк И справиться с ним организму самостоятельно сложно Но благодаря современным методам и средствам Он отлично поддается лечению Чаще всего встречается у маленьких детей У грудничков это поражение грибком кандиды Или по простому молочница Молочница проявляется на слизистой полости рта В виде творожественного налета Который часто мамочки видят на детей на языке, на щечках, на губках В виде такого, как творожок, беленький налет Причина такого стоматита как раз в повышенном содержании грибка Чтобы его не допустить, что нужно делать? Значит, перво-наперво, это закаливание детей Давно доказано, что закаленные малыши гораздо реже болеют Второе, желательно не облизывать соски детей или ложки Поскольку грибок в нашей полости рта у взрослых Это обычный житель А для детей это патогенная флора Третье, необходимо обязательно соблюдать гигиену в помещении То есть нужно убирать игрушки Если ребенок вдруг заболел, обязательно дезинфекция игрушек И влажный мытье полов Герпетический стоматит возникает у маленьких детей Наиболее характерный возраст с года до трех А у детей младше полугода практически не возникает Автозный же стоматит характерен для детей школьного возраста Но из всех правил есть исключения Причинами воспаления слизистой ротовой полости Часто выступают грибки различной инфекции и бактерии Самый страшный стоматит у детей Это стоматит, острый герпетический стоматит Первичное поражение вирусом герпеса происходит у ребенка Как правило, от шести месяцев до трех лет Это связано с тем, что иммунная система ребенка не сформирована И любое знакомство с вирусом для нас легким Для ребенка оказывается достаточно тяжелым Как проявляется? Такой стоматит очень часто проявляется повышенной температурой тела До 40 градусов Может у ребенка возникает капризный, вялый, отказывается от еды Может появляться отек слизистый, даже затрудняющий дыхание Появляться кашель и другие неприятные последствия Как только родители заметили проявление любого стоматита Ребенка необходимо изолировать, чтобы не допустить распространения заболеваний среди других детей Малышу необходимо выделить отдельную посуду, полотенце, игрушки И строго следить за тем, чтобы этими предметами не пользовались другие члены семьи В период заболевания гигиена полости рта выходит на первое место Это важное обстоятельство, которое поможет избежать таких последствий, как присоединение бактериальной инфекции к элементам сыпи Родители часто интересуют вопрос, заразен ли стоматит? Да, заразен И контагиозность всего более 80% Поэтому больного ребенка обязательно изолировать, не пускать его ни в школу, ни в детский сад Если у вас есть подозрения на стоматит, обязательно нужно обратиться к стоматологу Поскольку любое заболевание на ранних стадиях лечится гораздо проще и эффективнее, чем в запущенном виде Особое внимание уделяется консистенции и температурному показателю пищи и рациону питания Консистенция пищи должна быть жидкой и полужидкой Лучше всего размельчать ее блендером А если нет такой возможности, вилкой Также еда должна быть комнатной температуры Из рациона полностью убираются соленые, кислые, острые и консервированные продукты После того, как малыш поел, полость рта необходимо полоскать растворами антисептиков или хотя бы просто водой Всем родителям известно, что зубки нужно чистить детям обязательно с момента их появления Но не каждый педиатр говорит, что слизистую десны тоже нужно чистить Чтобы ребенок изначально уже привыкал к чистке зубов, что мама проводит какие-то манипуляции Для этого есть специальные такие зубки-чистки То есть салфеточки на пальчнике, которые пропитаны специальным раствором, дезинфицирующим для протирания полости рта После выздоровления необходимо поменять зубную щетку на новую, независимо от сроков ее эксплуатации Малышам до года обрабатывать полость рта можно специальными дентальными салфетками с ксилитом Это вещество обладает антисептическим действием, что также помогает избежать присоединения вторичной инфекции Как стать счастливыми с точки зрения науки? Ученые считают, что наше состояние зависит во многом от количества эндорфинов Благодаря им человек становится довольным жизнью, радостным и не волнуется по пустякам Если эндорфинов достаточно, у нас повышается самооценка Мы чувствуем себя сильными, энергичными, целеустремленными и удачливыми Так как же повысить их количество? Эндорфины – вещества, которые вырабатываются клетками гипофиза Они облегчают путь нервного импульса в центр удовольствия, расположенный в мозге Возбуждение этого центра дает нам чувство легкости, радости и бодрости Эндорфины участвуют в процессе запоминания информации Снижают боль, воспаление, температуру и, конечно же, влияют на эмоции Центров, обеспечивающих отрицательное эмоциональное состояние в мозге Явно больше, чем центров положительного состояния Поэтому портится наше настроение очень легко по любому поводу А вот улучшить мы его можем с трудом Тут есть несколько подходов Один подход, если вы ставите какую-то цель, долго думаете о ней, достигаете ее И идет выброс вот этого управляющих веществ, которые обеспечивают состояние приподнятости и эйфории Можете на спортсменах посмотреть, когда они держат победу, они не могут сдержать свои радости Дело в том, что нервная система вообще стремится к равновесию Тем не менее, уровень эндорфинов действительно повышается, когда человек ставит себе цель и достигает ее Так что, если вы сформулировали задачу и выполнили ее, то испытаете удовольствие После успешно преодоленных нагрузок организм получает вознаграждение в виде положительных эмоций А вот чувство вины, напротив, угнетает в освобождении молекул радости Кстати, наш организм очень интересно реагирует на плохое состояние, когда что-то не ладится Это воспринимается как неприятное, плохое состояние, хочется, чтобы оно быстрее кончилось Но организм и нервная система в это время вырабатывают вот эти гормоны счастья, эндорфины Создают запас, они, правда, еще не действуют Но стоит вам хоть немножечко уменьшить отрицательные ощущения, как появляется чувство облегчения, радости Ой, опасность, преодолел, наконец-то все хорошо Ничего не хорошо, все как обычно, все нормально, но вы воспринимаете это как что-то очень хорошее Считается, что дефицит эндорфинов связан с перееданием Когда мы угощаем себя чем-то вкусным, через 20 минут после начала трапезы также образуются эндорфины А мы чувствуем и удовольствие Здесь-то и кроется опасность для любителей вкусно поесть Глюкоза запускает производство управляющих веществ, которые могут активировать центры удовольствия Поэтому надо, не надо, стремятся люди употреблять что-то сладенькое Организм перенапрягается Чтобы избежать вреда, печень запускает запасной путь Чтобы эту глюкозу превратить в жир А человек толстеет Этот путь, организм осваивает эту дорожку И теперь в следующий раз, когда он начинает есть, то большая часть глюкозы запускается этим путем Счастья он не получает Тем не менее, счастье от еды можно получать Но нужно делать это правильным образом Порадовать себя можно любыми продуктами, в том числе и полезными Надо настраиваться на приятные ощущения Создавать у себя предвкушение Можно получать колоссальное удовольствие от воды, от хлеба, от практически любого продукта Если не хватать его сразу и есть А вначале сосредоточиться на нем, нафантазировать, какой он будет вкусный, полезный для вас, приятный И потом эти гладкие воды воспринимаются как чудо И, наверное, запускают уже вот эти центры удовольствия И любой продукт кажется намного вкуснее Есть различные психотерапевтические методики, которые помогают задать себе хорошее состояние Благодаря им можно также повысить количество эндорфинов Но есть и более простые способы В одной из книг Леви я прочитал его совет Что физическое ощущение удовольствия очень легко получить Мы просто его не замечаем Если вы начинаете спокойно дышать и следить за своим дыханием То в конце выдоха появляется такая маленькая пауза очень приятных ощущений И если мы зафиксируемся на ней, то можно ничего не делать Сидеть просто дышать и приходить в состояние, ну если не полного восторга, то ощутимой радости Так что счастья достичь не так сложно Главное захотеть это сделать С 2006 года в Рязанской больнице скорой медицинской помощи работает Центр хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы Ежегодно выполняются сотни лапароскопических и минимально инвазивных операций на желчных путях Десятки сложнейших реконструктивных вмешательств на органах Сюда вращаются не только рязанцы и жители области, но и люди из других регионов России Более подробно о работе этого центра мы расскажем в следующем сюжете За время работы в Центре хирургии печени пролечено порядка двух тысяч человек В основном это экстренные больные, которые нуждаются в оказании какой-то срочной неотложной помощи Однако преобладают пациенты с желчекаменной болезнью Врачи говорят, что сейчас как раз акцентируют особое внимание на таких заболеваниях, как механическая желтуха Которая наиболее часто бывает связана с наличием желчекаменной болезни А вот вторая группа пациентов это больные с желтухой опухолевой генеза За последнее время существенный прирост идет онкологической желтухи Это тоже экстренно неотложные больные Почему прирост? Потому что выявляемость существенно увеличилась Методы диагностики стали более современными В том числе на различных до госпитальных этапах Ну и нельзя не признать все-таки, что концентрация этих больных стала на базе нашего центра Узнали, к нам присылают этих больных Ну и наконец, все-таки возрастание заболеваемости Именно вот онкологической патологией В том числе желчеводящих путей печени, поджелудочной железы Она все-таки растет, она увеличивается Количество таких больных очевидно становится больше Это очень важная и серьезная тема, которой мы тоже плотно занимаемся В центре консолидируются больные с абсцессами печени, с осложненными циррозами, с опхолями поджелудочной железы Все эти пациенты автоматически поступают в больницу скорой медицинской помощи Многие из них имеют осложнение Осложненная механической желтухой, с давлением 12-перстной кишки, то есть кишечная непроходимость и иными Это осложненная, тяжелая группа больных И мы занимаемся радикальным лечением этих больных сначала и до конца И хронические панкреатиты, что очень важно Чаще всего они бывают алкогольные, но не только И вот эта группа больных может быть радикально пролечена Радикально, понимаете, то есть мы выполняем операцию направленную на удаление патологического субстрата Патологических образований в железе, самого заболевания, грубо говоря, в кавычках говоря После этого больные, несмотря на то, что многие из них, к сожалению, продолжают употреблять спиртные напитки Они все-таки чувствуют себя как люди, качество жизни их намного-намного выше В настоящее время в центре выполняют весь спектр палеотивных и радикальных операций У больных с самыми различными заболеваниями печени, поджелудочной железы и желчных протоков Многие из этих вмешательств относятся к высокотехнологичным Мы занимаемся операцией на печени, в том числе при метастатическом поражении печени при колоректальном раке Метастазы в печени при раке толстой кишки Больных надо оперировать, они довольно неплохо выживают С учетом комбинированного, конечно, лечения и химиотерапии Есть примерно, есть уже не только 5, но и 10-летняя выживаемость этих больных То есть метастатическое поражение печени – это еще не приговор В ближайших лет жизни эти больные подлежат, мы их лечим, выполняем операцию на печени Резекция печени это называется Есть, что мы не делаем пока, к сожалению, нигде в Рязани, Рязанской области не делают трансплантацию печени Но я думаю, что мы к этому придем неизбежно Это просто сильная организационная, большая проблема Должна решаться, конечно Но сейчас она стоит в России по всем регионам плотно Врачи надеются, что со временем регион будет заниматься трансплантацией органов Возможно, сначала, как это было раньше, в более крупных городах Начнут с почки, а в дальнейшем появится возможность трансплантировать и печень Каковы секреты здоровья? Их нет, здоровье строится на соблюдении определенных законов Питайтесь правильно, высыпайтесь, давайте себе физическую нагрузку И тогда у вас будет всегда цветущий вид Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!